МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ГОВОРИТ ПО-НЕМЕЦКИ 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 Честно сказать, реально это моя семья. Я очень сильно хочу этот гран-при выиграть. И это такая серьезная гран-при. В моей жизни она впервые. Я хочу ее выиграть. Шельмейко-то достаточно много гран-при выиграл. Я надеюсь, что в мое время пришло, что мне тоже надо выиграть. Ксения Воронина, Бизнес.ФМ. Вадим Григорьевич, хотела по поводу турнира 17 июня спросить. Появилась информация, что якобы на ту же дату запланирован турнир Fight Nights. Не знаю, подтвержденная она или нет. Хотела узнать, знаете ли вы что-то об этом. И если потенциально что-то подобное будет, то как вы к этому отнесетесь? Я думаю, что в Санкт-Петербурге мы их даже не почувствуем, если они даже будут делать. Потому что это наш дом. М1 здесь родилось. Ему уже 19 лет. И как можно конкурировать с такими бойцами, как Имеев, Шлеменко? Мне кажется, что если они даже... Я не знаю, на самом деле, подтверждена ли эта дата или нет. Я, если честно, не очень много слышу рекламы, что они что-то... Я слышал, что они хотят. Ну, я думаю, что им на Ростове перенести эту дату в другое место, мне кажется. То есть вы подготовили такую программу, с которой они не смогут конкурировать даже в теории? Ну, я думаю, что... Хотя это не скромно, но думаю, что это так. Сафонов Алексей, газета «Московский комсомолец». Первый вопрос у меня к Рамазану. Рамазан, ты после боя с Фалькао сказал то, что перед Шлеменко нужно будет больше пахать. Что ты, во-первых, вкладывал в эту фразу и изменится ли коренным образом твоя подготовка под Сашу? Да, на самом деле, Шлеменко очень серьезный боец. Конечно, на такого человека надо очень сильно готовиться, очень серьезно. Куда-нибудь думаю, сначала поеду, потренируюсь, что для себя хочу изменить. Постараюсь во всем еще лучше усовершенствоваться, чтобы этот бой достойно выиграть. Планируется ли выезд на какие-то сборы? Например, к Майкелю ты готовился в Хорватии часть времени? Да, честно сказать, я надеюсь, что куда-нибудь пойду. Посмотрю, как обстоятельства случатся. Ну, ничего, намерение есть. Следующий вопрос позвольте к Вадиму Григорьевичу. Продолжая тему финала, какие именно у вас личные ожидания от поединка имеют Шлеменко? Я думаю, что это будет очень интересный бой. Два бойца такого уровня. Прогноза я никогда не делаю, но вы видели бой Василевский-Шлеменко. Этот бой, конечно, был немножко короче. Но я думаю, что этот бой, именно имея Шлеменко, будет тоже такой же захватывающий и интересный. Но победит сильнейший и победитель должен быть. Поэтому, если интересно, 17-го числа ждем вас в Санкт-Петербурге. Ромазан, а вот не повлияет ли каким-то образом на ход финала то, что у Саши было больше времени для отдыха? Ну, в принципе, еще время есть отдохнуть тоже. Посмотрим, что как. Надеюсь, все будет хорошо, без травм. Будут хорошие сборы. И как бы все сложится, что бой будет. Если позволите, я понимаю, что я всех замучил, но тем не менее. Вопрос по Магомеду Абдулаеву. Что было там за инцидент? Насколько я понимаю, удар был нанесен не в пах, а в место, где была сделана ранняя операция. Если да, то что это было? Добрый вечер. По бою Мурада Абдулаева могу сказать, что для нас это маленькая неожиданность и даже маленькая трагедия, что так произошло. И Мурад был отлично и готов к бою. И в психологическом плане был отлично готов, чтобы развеять все слухи и догадки о том, что там был удар в пах. Сразу скажу, что этого не было. Был удар нанесен чуть нижнюю часть живота. И я не знаю, что повлияло. У него была сделана операция в паховой области. И во время подготовки к бою он нагрузки испытывал. Были проблемы с этим. Но здесь, видимо, сказалось. И мы все-таки решили остановить бой, потому что могло бы намного все иначе закончиться. Мы решили вот так вот выйти из ситуации. Это ничуть не умаляет сослуги Алексея Кунченко, который показал стойкость и характер в бою. Но мы не чувствуем огромную ответственность поражения перед этим боем. Надеемся, что в скорейшем времени Лига М1 нам вернет возможность побиться за пояс. Вадим Григорьевич, я был в зале во время боев. И я слышал недовольство многих фанатов, когда у вас Фриман. Он говорит по-английски. Говорит с представителем Блуди Элбус, вроде портала американского. Говорят, они все это на английском. И нет никакого перевода на русский язык. Расскажите про эту политику. Почему? Просто пришло много народу посмотреть на бои. И получается, что для них нет перевода. И в российском промоушене на английском языке идет представление моего. Дело в том, что мы вещаем сейчас на очень много стран. И три минуты идет интернациональная заставка, где Ян Фридман вещает. Просто мы это даем сигнал в зал, в принципе. Но это то же самое, как рекламная пауза. Потому что когда идет рекламная пауза на канале Матч ТВ, допустим, или где-то, то зритель же не возмущается. Но просто есть время, которое мы вынуждены давать интернациональные эфиры. Поэтому во многих странах, где тоже нет английского языка, на телевидении, где это показывают, там тоже комментируют. Ну, местные, допустим, в Голландии на голландском, там во Франции на французском. Поэтому, ну, я думаю, что зрителям понятно, что недоволен. Но иногда, вы знаете, там, в том же UFC бывает, у них вообще программа. Там 30 минут, если бой закончился, там все сидят 15 минут и просто ждут в зале. Поэтому, ну, это неизбежная вещь, потому что мы все-таки сейчас работаем на множество стран. И нас видят практически в 100 странах мира. И сегодня в 26 каналах была прямая трансляция. Поэтому извините, конечно, за такие вещи. Вадим, еще последний вопрос вам, если позвольте. Да-да, конечно. Вадим, с вашей, ну, можно сказать, легкой руки создали в России союз ММА. Теперь союз ММА, он регламентирует очень много мелких турниров. И качество улучшилось, намного повелись врачи на турнирах, и меньше травм было. Сейчас очень многие СМИ мировые, они уделяют внимание проблеме российских спортсменов и допинга. Есть ли какой-нибудь план у союза ММА ввести что-нибудь вроде Американской атлетической комиссии, чтобы регулировать применение допинга российским спортсменам именно в ММА? Потому что ММА не касается вообще никак допинг-контроля в России. Ну, за союз ММА России я не могу отвечать, там, президент Федор Емельяненко. Я могу вам ответить от Всемирной Федерации, так как являюсь ее президентом. Мы подали заявку ВАДу, но они очень долго все это рассматривают. Мы, в принципе, тоже идем к этому. Все-таки мы новая организация, молодая. И мы давно уже, как бы, думаем, чтобы у нас это, ну, и даже в профессиональных боях здесь уже в России начинать тоже брать тесты. Мы их берем иногда, брали у чемпион, чемпионские когда бои, но не у всех. Но сейчас, я думаю, что в связи с такими событиями мы, наверное, ну, ведем это все. А на уровне любителей, вот, как вот союза ММА и вообще Всемирная Федерация, мы сейчас вот пытаемся вступить в АДу и работать по их правилам, по их требованиям. И у нас, вот, ну, раз мы позаговорили о Всемирной Федерации, у нас на сентябрь запранирован чемпионат Европы в Грузии. У нас сейчас 27-го, 28-го мая состоится чемпионат Азии в Корее, в Сеуле. И у нас чемпионат мира будет где-то в районе 15-го ноября в Макао, ну, так вот, перескочив от М1 на Всемирную Федерацию. Вопрос к Майкелю Фалькау. Майкель, для вас победа над Рамазаном могла бы стать таким большим возвращением, с тем, чтобы вы напомнили всем о себе, что вы супер-профи, в полном порядке. Тем не менее, поражение, такое быстрое поражение. Но я уверен, что вы были в курсе, что Рамазан здорово действует в партере. Почему так случилось? Это просто какая-то минутная расслабленность? Или Рамазан настолько классно подготовился, что вы не в силах были ему противодействовать? На самом деле, я действительно очень много тренировался к этому бою. И для меня это было удивительно, что так получилось. Мы действительно не готовились к этой сдаче. Возможно, из-за этого получилось, что я не смог выиграть. Позвольте еще один вопрос Майкелю. Майкель, скажите, вот после этого боя дальше у вас какие планы? Где будете драться? Какие планы будут другие планы? Ну, мы тоже есть контракты с другими eventами. И в принципе, мы ждем, чтобы закончить эту луту. В следующие недели мы узнаем, какие будут следующие compromисы. Я надеюсь, что мы вернемся к М1-1, в России, и сделаем новые луты. Мы также подписывали с другими компаниями контракты. И поэтому в ближайшие недели мы узнаем по поводу следующих боев. Однако я хотел бы также вернуться в М1-1, в Россию, и попробовать еще раз свои силы. Вопрос Александру Шлеменко. Александр, здравствуйте. Появилась информация в интернете, что к бою Корешкова вас не допустят как углового. Когда мы с вами до этого разговаривали, вы говорили, что никаких не будет проблем, если вы выступите в России. Связано ли это с выступлением с вашим или нет? И можете ли вы вообще прокомментировать этот инцидент? Да, это не связано с выступлением в России, потому что мне дала атлетическая комиссия Калифорнии разрешение на выступление в России. А то, что меня допускает для меня самого, это, как я не знаю, очень интересно. Почему? Потому что в том же месте чуть меньше года назад я секундировал Андрея, он выиграл титул чемпиона, а в этот раз не допускает. Но я думаю, мы еще постараемся это решить. Вопрос в президиум, главным действующим лицом сегодняшнего вечера, Рамазан Аймеев и Майкл Фальканов, соответственно. Рамазан, ты сейчас сидишь в окружении своих прошлых и будущих соперников. Что ты чувствуешь сейчас? Чувствую, честно сказать, на самом деле радость, конечно, то, что выиграл сегодня. И, конечно, еще, можно сказать, еще одна радость, что я могу выступить с Шлеменко. Тем более с таким бойцом. А так, я не считаю, что это с одной стороны правильно, потому что из нас один получит какой-то минус. Ну, так получилось. Это наш хлеб, значит, надо выступить. Ты слишком добродушный, Рамазан. А что касается напряжения, ты чувствуешь его? Ты же сидишь сейчас от своего будущего соперника на расстоянии меньше, чем вытянутая рука. Нет, на самом деле напряжения нет. Этого напряжения никогда не было. Все спортсмены, они всегда друг к другу очень хорошо относятся. Это, можно сказать, другая нация. Ну, я всегда отношусь. Ну, я всегда отношусь ко всем. Я не знаю, как ко мне относятся. Но я надеюсь, что ко мне тоже нормально относятся. Когда ты готовился к Фалькану, вот что ты подметил, его слабую сторону, вот назови, пожалуйста. Слабую сторону. Слабую сторону, единственное, что я заметил, что он в последнее время что-то проигрывает. Больше ничего не заметил. Спасибо. Майкель, ты частый гость в России. На самом деле у тебя было несколько крупных турниров, в том числе в Сочи. Ты выступал в Грам-при, кстати говоря, в финале с Александром Шлеменко. Сегодняшний поединок, вот какой был геймплан изначально? То есть показалось со стороны то, что ты не совсем был готов к тому, что происходит в Рейдже? На самом деле я действительно много тренировался, как я уже много раз говорил. То есть это и в стойке борьба, и борьба в портере. И то, что произошло, действительно неожиданно для меня было. При этом могу сказать, что я рассчитывал на борьбу в стойке все-таки. Но так случается, что сегодня не мой день. И у спортсменов всегда так, когда не мой день, не уходит ничего. У Майкеля есть отличная возможность. Я думаю, что как ни у кого из сидящих здесь в зале выступить в роли третейского судьи и оценить потенциальные шансы Имеева и Шлеменко в финальном бою Грам-при, ты встречался с тем и с другим. Что ты можешь сказать? Оцени их шансы, и кто будет победителем из противостояния 17-го числа. На самом деле они оба отличные спортсмены. И я даже не знаю, мое мнение здесь сильно делится, потому что они оба очень сильны. И я буду болеть за того, кто будет побеждать. Кто победит? Вопрос прямой. Я не могу точно ответить. Все очень сильно зависит от тренировки, от того, какие техники они будут использовать, с кем они будут тренироваться, поэтому я не знаю. Понятно. Я прошу это не переводить слух, просто на ухо Фалькану шепнуть, потому что после боя с Василевским в Сочи мы отжигали на дискотеке, и вот там он был намного раскрепощеннее, чем сейчас. Кстати говоря, вот сейчас ребята сидят в такой пропорции, как Олимпийский пьедестал. Можно ли предположить, это вопрос, кстати говоря, к президенту М1, Вадиму Фигельштейну, то, что вот в такой пропорции все и произойдет. Шлейменко номер один, Имеев номер два и Фалькан, соответственно, с деревянной медалью. Я думаю, бой все растает на свои места. Как можно ожидать? Все ребята топовые. И что Александр, что Имеев, они, не знаю, лучшие бойцы в мире. Поэтому, вы знаете, прогноз, я думаю, что нет таких прогнозов. Но можно ли сказать, что это будет самый грандиозный ивент? Ну, не сказать, что самый, один из самых грандиозных ивентов компании М1 за всю историю. Не считая, опять же, тех моментов, когда выступал Федор и так далее. Это однозначно один из лучших будет боев, я даже не сомневаюсь в этом. Хотя, вы знаете, да, прошлый в Олимпийском бой, когда до сих пор не утихают споры, это был просто потрясающий поединок, который показал Александр с Василевским. Да, вот этот бой был просто. Я думаю, что следующий бой, вот 17 июня, который будет, он будет не менее интересный. Мое мнение такое. Будем надеяться, кстати говоря, реверанс в вашу сторону о том, что Питер, как вы говорите, является столицей смешанных наборов. Действительно, это так. Очень приятно наблюдать Сибур. Здравствуйте. И полный, и в полном и вводном расположении духа. Если позвольте вопрос Алексею Кунченко, который... Алексей. Здравствуйте. 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 Очень приятно видеть вас с титулом чемпиона после крайнего боя в Оренбурге. Вы, кстати, в интервью отвечали и отмечали о том, что с удовольствием примите вызов и чемпиона, и так далее, и так далее, и так далее. Сегодня вы с поясом. Ваши ощущения, ваши впечатления? Первое. Впечатления, конечно, хорошие. То, что заслужил пояс. Ну, я не скажу, что бой прошел как надо. Человек травмировался, и бой досрочно остановили из-за травмы. Хотелось, конечно, бы с Муратом полностью бой провести. Тогда было бы более честно. Но так получилось. Естественно, мне очень приятно заслужить этот пояс, и, надеюсь, я буду его отставить постоянно. Буду готовиться серьезно. Спасибо. И вот параллельно вопрос, как раз-таки, касаемый наставника Александра Шлеменко. И вас во втором раунде случилась ситуация, то есть поймал соперник на удар, потом пошло добивание, и так далее, и так далее, и так далее. Что подсказывал Александр в тот момент из угла? Это вопрос Александра Шлеменко. И что пытались сделать вы в тот момент, когда были потрясены, это было очевидно? Бывает такое. Не усворил. Я, если честно, ничего не слышал, что кричат, потому что там все кричат, и там непонятно. То, что кричит. Ну, в этот момент я просто видел, когда он начал добивать, я восстановился, быстро защитился. И, получается, потом в клинче ввязались, и получилось, что... Такое время, ну, буквально, сколько там, 10-15 секунд, я восстановился, и уже закончился раунд. И мне хватило восстановиться потом, после, именно вот, минуты этого времени, после раунда. И вышел уже готовым, нормально, в нормальном состоянии и доработал. Спасибо. Вопрос на таком теперь, Александр. Что подсказывали в тот момент? Да ничего особо не подсказывал. Просто, чтобы держал, клинчевал, ну и стоял, стоял на ногах, старался быстрее восстановиться. Подсказывал время, потому что ему оставалось очень мало времени. И надеялся, что продержится. Так Леха и продержался. Спасибо, молодцы. И заключительный вопрос, точнее, пожелание. Еще раз поздравляю Рамазана Имеева с победой. Это действительно крайне важная победа для всего российского МАИ, поскольку и Александр Шлеменко, и Рамазан Имеев, и это те люди, которые не только будут встречаться между собой, но и популяризировать наш любимый вид спорта. Спасибо. Я хотел бы продолжить, Вадим Григорьевич. Безусловно, бой Кунченко и Абдуллаева удался. Можно ли говорить о том, что следующее их предсостояние будет, собственно, реванш именно за титул? Ну, я думаю, что это будет разумно сделать еще раз такой бой, этот бой. Вопрос сначала к Александру Шлеменко. Александр, вам было ли принципиально, кто выиграет в паре Имеев-Фалькао? Нет, не было принципиально. Ну, я, понимаешь, я же знал, кто в этой паре выиграет, примерно. Поэтому принципиально не было. Принципиально было, как выиграет. Я думал, по-другому будет. То есть то, что Имеев задушил как-то... Почему именно это стало принципиальным? Это что-то внесет корректив в подготовку? Я же говорю, мне не принципиально. Нет, вы сказали, как он выиграет. И вот Имеев задушил... Ну, это не принципиально для меня, что как он выиграл. Для меня просто это как... Я просто ждал от другой. Я ждал, что он по-другому выиграет. Ну и вопрос теперь и к Армазану, и к Александру. Как вы считаете, столкновение двух именно российских лучших бойцов именно в России, это хорошо или плохо? Или хотелось бы все-таки встречаться больше с иностранными бойцами? Я, да, первый отвечу. Как кому угодно. Ну, я считаю, что это стечение обстоятельств, вынужденное, которое происходит. А вообще я не вижу в этом ничего страшного. Постоянно встречаются российские бойцы на любительских соревнованиях. На профессиональных... У нас просто раньше было, не хотелось драться, да, потому что мало было бойцов из России и так далее, и так далее. Сейчас у нас уже очень много бойцов. Очень многие заявили о себе хорошо. И все-таки, я считаю, нужно потихонечку... И интерес большой, намного интереснее встречаться друг с другом, чем кого-то привозить. И это... Ну, никто с этим не поспорит. И поэтому... Поэтому... Это просто стечение обстоятельств, которое неизбежно... Да, неизбежно. А американцы тоже встречаются друг с другом. И тем более у нас, например, с Рамазаном. У нас разные стили, разные школы. Я из Сибири, он из Дагестана. Но это всегда интересно, я думаю. Да, на самом деле, может, интересно, да. Но есть другая сторона, что выступают два бойца, два с одной стороны. Это один минус, что они по альбому, из них кто-то получит минус, конечно. Ну, а так, конечно, это очень интересно. Для зрителей, для кого-то, для всего мира, может быть, посмотреть, как они подерутся, кто из них выиграет. Ну, как-то вот так. Чуть-чуть разные стороны, получается. Он по-другому ответит, я по-другому ответит. Ну, в принципе, это работа, наша работа. Да, это наша работа, по идее, по-другому, так и получится, что кто-нибудь встретится. Спасибо. Не могу не задать вопрос Лихану Индию. Как вам турнир, а то вы даже не рассказали нам о своих впечатлениях. Ну, я, во-первых, хотел поздравить Рамазана с красивой победой. Всех победителей. Конечно, бои были очень красивые. Не было плохих боев с самого начала. Даже разогревочные бои были очень красивыми. Некоторых других там турниров, такого, я думаю, не увидите. Спасибо всем большое. Ждем вас 17 июня. И следующее событие у нас... Следующее событие в Оренбурге. Все, спасибо всем. Субтитры сделал DimaTorzok